Магнитка всегда умела чутко реагировать на потребности страны. Требовалось поднять автопром, и на комбинате был пущен стан-2500. Поставили задачу избавиться от дорогого импортного листа кинескопной стали для цветных телевизоров, и на ММК пустили в эксплуатацию 20-волковый стан. Именно комбинат стал единственным в Союзе предприятием, производившим тончайшую кинескопную ленту, которая вдвое тоньше лезвия бритвы. Надо было повысить качество печатной продукции, и ММК стал выпускать холоднокатанный лист с зеркальной поверхностью для полиграфической промышленности. Кредо-магнитке идти в ногу со временем. В 2015 году белорусский самосвал стал рекордсменом Книги рекордов Гиннеса, как тяжеловес с самым огромным кузовом в мире. Для изготовления этой автомодели потребовалась сталь «Макстронг», которой славится ПАО ММК. Высокопрочный металлопрокат, повышенной холодостойкости и надежности. Родилось все из-за того, что была уже потребность сформирована от потребителя. То есть мы на одном из координационных советов с белорусскими нашими коллегами из БелАЗа проговаривали их потребности. И в тот момент они сказали, что есть потребность именно на металлопрокате, который для рам этих большегрузных автомобилей. Как раз они там проектировали новую версию, где-то примерно 300-тонный БелАЗ. И там возникла у них необходимость в разработке новой стали, которая бы могла выдерживать такие нагрузки. И плюс износостойкие стали, которые идут на кузов. После этого направления с научным сообществом проведена была серьезная работа, которая успешно была внедрена. Одним из разработчиков уникальной отечественной стали стал главный специалист по развитию научно-технического центра ПАО ММК Сергей Денисов. Доктор технических наук, высококвалифицированный специалист в области прокатного производства, на счету которого десятки запатентованных изобретений, сотни публикаций научно-технического характера и две монографии. Эту работу мы успешно защитили и получили премию правительства в области науки и техники. А далее вот это направление, оно как раз развивалось и вышло такое могучее, с таким защищенным брендом Макстронг. Здесь он уже не только линейка, начиная от стали типа С500, стали типа ШСЛА, и заканчивая уже этими высокопрочными, износостойкими типа 500 класса. Сергей Денисов работает на Магнитогорском металлургическом комбинате больше дву десятков лет, начиная с 1997 года. Выпускник, краснодипломник Государственной горно-металлургической академии, все эти годы он работает на передовой научно-производственной мысли ММК, занимается разработкой технологий. А начиналось все с работы бок о бок с опытными метрами в ЦЛК. Там как раз период такой времени был, что запускали 2000 горечек прокатки. Ну, как бы, так получилось, что я был там сам молодой в этой группе. Там были коллеги, которые такого серьезного возраста, которые в свое время запускали заводы в Иране, в Индии, в Египте. Ну, как бы, вот, взаимодействие с этими коллегами набиралось опыта. В 23 года Сергей Денисов уже исполнял обязанности начальника лаборатории по горячему прокату. За четверть века работы на ММК Сергей Денисов неоднократно становился победителем молодежных конкурсов, был удостоен очень почетной премии имени Григория Носова. В 2003 году он защитил кандидатскую диссертацию по теме освоения высокопрочных марок стали, позже — докторскую по развитию теории технологий. И при этом он очень мало похож на кабинетного теоретика. Застать Сергея Денисова на месте — редкая удача. Не так, как бы, часто в лабораториях бывают, да, потому что все-таки процесс технологический, он не в лаборатории происходит, он происходит на агрегатах технологических. То есть это кислородно-конвертерный цех, там, выплавка, прокатка, термообработка, отжиг, следующий, если по необходимости, покрытие. Я, как бы, вот сейчас завтра полечу там командировку на заседание нового комитета. Три недели назад мы ездили, и я докладывал по выполнению между... У нас есть, значит, международная программа по автомобилестроению именно, которая была три года назад разработана, значит, совместная с нами. Работа в таком темпе для специалистов научно-технического центра комбината — норма жизни. Одна командировка за другой, но в этих деловых разъездах бывают приятные исключения. Например, когда представители нашего комбината привозят из таких поездок почетные награды и дипломы. В марте месяце 2022 года в Тольятти в торжественной обстановке вице-президент «Автовазок» Савьер Эжер вручил представителям ММК почетную награду в номинации за эффективную реализацию требований и ожидания потребителей развития мировоззрения качества. Автомобилисты раньше вручали эти награды, но металлургам никогда не вручались эти награды. Почему? Потому что более ответственными считались узлы, такие как безопасность, тормозные системы, электроника, осветительные приборы и так далее. Автомобилисты вообще, в принципе, от «Автоваза» мы первые, которые получили в России такую награду. Награда от автомобилистов поставщикам металла стала своего рода прецедентом. Прежде «Автоваз» включал в списки надежных поставщиков только производителей комплектующих, так как начинка автомобиля считалась более значимой, а вот металлопрокат оставался в стороне. Металлурги-магнитки изменили эту традицию, и первыми в России были удостоены признания и высшие награды за успехи в области качества продукции. Кроме того, ММК был присвоен высокий рейтинг как благонадежному поставщику. Сегодня автомобилистроение – один из пиков технической мысли. Ведь эта отрасль постоянно находится в движении, а значит, постоянное повышение требований к технологиям и производству. Открытость, неравнодушие, реакционность на проблемы – это наша концепция, в принципе, постоянного улучшения. То есть мы не стоим на месте, у нас постоянно идет какой-то инжиниринг новых процессов, нового оборудования, мы постоянно внедряем какие-то мероприятия технические, технологические решения для того, чтобы повысить качество. И самые требовательные клиенты – автомобилисты – это отметили. Кроме этого, руководители научно-технического центра ПАО ММК побывали в прессовом отделении, где поговорили с рабочими мастерами. И если пять лет назад вазовцы, задавая рулон и видя дефекты, снимали его, задавали новый и перенастраивали оборудование, то в 2021 году дошло до того, что речь идет лишь о косметических дефектах. И даже это сведено к минимуму. Вот если в цифрах взять, то в 2019 году отсортировка на автовазе была 0,36% от общей поставки металлопроката комбината. Значит, в 2020 году этот показатель мы в два раза снизили, и он составлял 0,18%. Ну и по итогам 2021 года он также был снижен, улучшен, и он составил 0,143%. За этим успехом, безусловно, стоит работа всего предприятия – металлургов и прокатчиков, группы технической поддержки и специалистов научно-технического центра. И сегодня, благодаря безупречному качеству магнитогорского металла, уже можно говорить о совершенно иной культуре производства, как на автовазе, так и на ММК. Качество же, оно же не может быть по понятиям работать. Сегодня получилось, завтра нет, да? Оно должно быть объективно и онлайн, да? Чтобы все ему верили, чтобы не было потемкинских деревень, чтобы все руководство, которое они понимали, что каждый вкладывает в свой определенный момент, и, как правило, результат, он является с энергией всех усилий. Планомерная работа, когда пришлось разбираться не только с вопросами производства листа, но и с технологиями штамповки, с методиками и подходами, которые автопроизводители используют для оценки качества металла. Меняются требования к штампуемости деталей, их пластичности, и это заставляет вновь и вновь обращаться к химическому составу стали. Это резкие снижения содержания углерода, резкие снижения содержания вредных элементов, азота тому же самого, серы и так далее. И, соответственно, вот эта вся работа, она была направлена на то, чтобы оперативно получать информацию от потребителя, информацию о дефектах, которые у нас есть. Соответственно, в том числе здесь проводились и исследовательские большие работы, то есть получить дефект – это одно. Разобраться, из-за чего этот дефект произошел, и внести какие-то корректирующие действия – это абсолютно другое. За последние 5-7 лет очень резко поменялись в сторону ужесточения требования, в том числе к автомобильным деталям. То есть действительно мы понимаем, что и автомобилисты, и трубники, которыми мы тоже поставляем, в случае большое количество продукции, они драйверы как производства, так и драйверы развития любого металлургического предприятия. Потому что требования, которые они предъявляют, они наиболее максимальные, и они требуют также и развития нашего предприятия, нашей технологии, нашего оборудования. На нас с вами это теперь накладывает дополнительную ответственность. Достигнуть успеха – это одна задача, а удержать и развить его гораздо сложнее. Подвел итог генеральный директор ПАО ММК Павел Шиляев. Мы на очень-очень серьезном мировом уровне. Это нечего стыдиться, это говорить. С учетом таких объемов, которые мы ставим и делаем, это действительно хороший результат. Сегодня уже это реальность. В своих разработках ММК эволюционировал до таких технических аспектов, что может предложить клиенту продукт будущего, то есть работает на опережение. И порой даже партнеры не всегда технически готовы к переработке стали с такими характеристиками. Так что в некотором смысле ММК способствует научно-техническому прогрессу своих партнеров. На самом деле происходит так. Они заявляют потребность свою, и мы уже отрабатываем по их потребности. Но в перспективе у нас заложено на ближайшие несколько лет вперед, что мы уже будем предлагать им новые продукты, чтобы они внедряли в автомобиль. Безусловно, не только АвтоВАЗ двигает научную и технологическую мысль комбината. Трубное производство, производство специальной продукции – тоже мотор процесса в той же мере. Объективная реальность такова, что сегодня уже сложно сказать, что запускают новые технологии. Комбинат идет за заказчиком или наоборот? После этого мы начинаем формировать, договариваться с нашим потребителем продуктом. Труба, строительная какая-то конструкция, какой-то объект. После этого уже с потребителем. Так, вот такие параметры продукта. Вот как по металлопрокату. Смотрите, здесь такие параметры. То есть по металлопрокату, зная, что на переделе металлопродукт, который наш потребитель производит, происходит изменение материала в таким-то параметрам, мы согласовываем уже технические требования с нашим потребителем на металлопрокат. И после этого уже, когда мы уже сформировали требования, тогда уже рождается технология под эти требования. Уже теоретически можно обосновать, что, зная влияние химических элементов, различных на термокинетическую диаграмму и микроструктуру, и после этого как бы строится сам процесс. Действие этого алгоритма сложно представить без лаборатории ММК. Но, как правило, там работают и испытывают уже опытные образцы, те, что внедрены и освоены в производстве. Здесь мы обладаем достаточно большим лабораторным комплексом, который позволяет нам в том числе указать конкретную причину дефекта, из-за чего он произошел, какие в том числе неметаллические включения, допустим, были обнаружены в этом дефекте. Соответственно, оперативно изменить технологию производства и также оперативно получить информацию от потребителя по результатам переработки. Необходимость испытывать продукцию ММК на прочность стала весомой причиной для появления нового современного участка в стенах ЦЛК. Раньше образцы отправляли в Петербург, Самару. Затратно, длительно, сложно логистически. Участок, на котором мы находимся, называется «Участок по проведению коррозионных и специальных испытаний». Из названия уже, я думаю, понятно, что на данном участке производится механические испытания для определения спецхарактеристик металлопроката и коррозионных характеристик металлопроката по различным методикам. На данном участке мы испытываем толстолистовой, трубный прокат и судосталь. Именно здесь проверяют, не заржавеют ли и не разрушатся ли раньше времени трубы, изготовленные из магнитогорского металла. Испытывают образцы проката для промышленности, суда и мостостроения. Если материал не выдерживает испытания на трещиностойкость и, не дай бог, из него произведут трубу и образуется трещина, то эта трещина может развиться до гигантских размеров. Специспытания, про которые я говорил, которые определяют спецхарактеристики, это испытания на определение параметра трещиностойкости, испытания на определение температуры перехода к нулевой пластичности. Коррозионные испытания – это испытания на определение сульфидного коррозионного растрескивания под напряжением, определение характеристик водородного растрескивания и определение скорости общей коррозии. Сюда отправляют металлопрокат из разных цехов, но прежде чем подвергнуть его испытаниям, вырезают небольшие образцы. Здесь их проверяют, помещают в кислую среду на 720 часов. Так определяют, насколько металл подвержен коррозии. Скрупулезную проверку проходит не только собственная продукция, но и все сырье, которое поступает на комбинат. Продукция наша меняется. Я не скажу, что она была плохая, она была хорошая, но в связи с тем, что требования действительно растут, соответственно, растет и уровень производства, соответственно, меняется технология на улучшение всех качеств, не только физико-механических свойств, а, допустим, химические свойства меняются и так далее. Например, в одной из лабораторий работает электронный микроскоп с техническим разрешением увеличения в миллион раз. По большей части мы исследуем металл, но в целом мы исследуем разные материалы. У металла мы исследуем чаще всего дефекты, структуру. Дефекты бывают разные. Нам надо будет, так скажем, уточнять их характер, их природу. Специалисты ЦЛК работают практически во всех цехах и производствах комбината, решая разные задачи и сопровождая всю технологическую цепочку ММК, начиная от приемки сырья до отгрузки готовой продукции. И это сопровождение жизненно важно для внедрения и освоения новых технологий. 2021 год стал традиционно богатым на такие события. По сартовому цеху достаточно большое количество было металл проката, произведенного для наших потребителей высокопрочного. Это как раз работа идет по размещению высокопрочного крепежа. Вот это направление, значит, в прошлом году мы, значит, работу делали по снижению себестоимости нашего металл проката по такому направлению, как К-60, это высокопрочный металл для отруб большого диаметра. Вот эта вот тема, значит, мы отгрузили партию, партия успешно переработана. В этом году как бы продолжаем в этом направлении. Еще одно интересное направление – производство окрашенного, так называемого, сморщенного покрытия. На самом деле изменения есть существенные. Они заключаются как в техническом состоянии настройки агрегата, так и в подготовке лакокрасочного материала в камере-коутере. Но самое большое различие – это декоративные свойства покрытия. По-настоящему премиальный нишевый продукт. В числе его преимуществ – повышенная стойкость к коррозии и механическим повреждениям, длительное сохранение декоративных свойств, широкий выбор металлоосновы, высокая экологичность и возможность имитации натуральных материалов. Заказы поступают регулярно. Каждый месяц мы производим порядка 400-500 тонн данной продукции. Внедрение в производство инновационных видов продукции идет полным ходом. Больше того, научная мысль ММК ежегодно собирает огромное количество наград на форумах и конкурсах самого разного уровня. Вот пример буквально с колес. В марте 2022 года ММК принимает участие в юбилейном 25-м Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед». Инновационный потенциал нашего комбината представлен четырьмя запатентованными разработками, каждый из которых имеет большое народно-хозяйственное значение. И вряд ли наши технологии останутся без наград. Это уже практика, проверенная временем. ММК, как и много лет назад, благодаря своему интеллектуальному потенциалу, первый среди первых. ММК, как и много лет назад.